Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. Россия вновь отказала в визах израильской делегации по вопросу Сахнута. Российское правительство не ответило на просьбу Иерусалима направить в Москву делегацию юристов для обсуждения кризиса вокруг деятельности еврейского агентства на территории России. Об этом сегодня объявили высокопоставленные израильские чиновники. Запрос на визит, напомню, был подан в минувшую пятницу. Члены израильской делегации должны были обсуждать пути разрешения кризиса вокруг возможного запрета на работу агентства Сахнут в России. Отмечу, что это уже второй отказ в предоставлении израильтянам виз. Напомню, что 28 июля Басманный суд Москвы будет рассматривать иск Министерства юстиции России с просьбой ликвидировать российский филиал еврейского агентства Сахнут. Тем временем движение Хаббат просит Израиль заморозить передачу Александровского подворья России. Ассоциация Любавического хасидизма США, сокращенно Хаббат, обратилась к юридическому советнику правительства Израиля Гали Баара Фмиара с просьбой заморозить передачу правительству России Александровского подворья, находящегося в старом городе Иерусалима. Движение Хаббат требует, чтобы передача прав собственности на недмижимость в Иерусалиме была обусловлена исключительно возвращением Хаббату знаменитой библиотеки Шнейрсона, которой, по мнению Любавических хасидов, Россия завладела незаконно. В послании, подготовленном адвокатом Урикейдаром, являющимся предупреждением перед обращением в Верховный суд, указывается, что в коллекцию входит 12 тысяч книг и редчайших документов, в основном на иврите и идише. Коллекция собиралась с конца XVIII века и до наших дней. Уникальная в своем роде коллекция действительно является достоянием и наследием всего еврейского народа. В ходе Первой мировой войны часть ее была перевезена в Москву, а после революции присвоена советской властью, наследницей которой является современная Россия. В Соединенных Штатах было вынесено несколько судебных решений в пользу движения Хаббат, требующих возвращения библиотеки Шнейрсона в Америку. Однако российские власти на это заявляют, что американский суд не может указывать России, что делать с ее собственностью. Впоследствии коллекция была передана российскими властями в Еврейский музей и Центр толерантности в Москве. Адвокат Ури Кейдар в своем послании юридическому советнику правительства Израиля выразил надежду, что государство Израиль сделает все от него возможное, чтобы вернуть коллекцию еврейских книг Центру Хаббат Соединенные Штаты. Кейдар также написал, что в связи с тем, что просьба Хаббат может спровоцировать дипломатический кризис, счел нужным предупредить правительство Израиля о том, что движение Хаббат намерено подать иск в Израильский Верховный суд с имущественным иском к правительству России. Отмечу, что о просьбе заморозить передачу Александровского подворья стало известно на фоне разгорающегося кризиса в отношениях между Иерусалимом и Москвой, вызванным угрозой запрещения деятельности еврейского агентства «Сохнут» на территории Российской Федерации. Решение Верховного суда Израиля подтвердило принятый ранее израильским Кнессетом закон, согласно которому осужденные террористы могут быть лишены гражданства Израиля. Однако уточняется, что взамен гражданства террористам должен быть предоставлен постоянный вид на жительство и все социальные права и гарантии, такие же, как для граждан Израиля. Излишне говорит, что эти новости вызвали бурю возмущений и негодования в израильском правом лагере, а также среди всех адекватных израильтян, особенно семей жертв арабского террора. Несогласные с решением Верховного суда утверждают, что оно фактически делает закон беззубым и бессмысленным. Закон о гражданстве, первоначально сформулированный в далеком 1952 году и с тех пор претерпевший поправки, позволяет государству Израиль аннулировать гражданство за действия в общих чертах, определяемые как злоупотребление доверием, включая террористические акты. Верховный суд Израиля считал, что лишение гражданства не противоречит Конституции, а точнее основному закону Израиля, но вступает в противоречие с международными нормами права. И предоставление взамен постоянного вида нажительства решает эту проблему. Наконец-то восторжествует справедливость, и террористам можно будет отказывать в гражданстве. Мы приветствуем решение Верховного суда за его определение того, что стране разрешено отказывать гражданстве тем, кто осужден за нанесение ущерба ее безопасности. Так заявил министр финансов и лидер партии «Наш Дом Израиля» Виктор Либерман. Однако министр внутренних дел Аэля Чакет заявила, что в этом вопросе все равно что-то неладно. Верховный суд подтвердил очевидное. Тот, кто преднамеренно действует во вред государству Израиль, не может быть частью сообщества его граждан. Однако, к сожалению, суд принял интерпретацию, противоречащую языку закона, заявила Шакет. Израильские правоорганизации, представляющие семьи погибших от рук арабских убийц, объявили, что Верховный суд фактически лишил закон смысла. Закон был призван удерживать террористов от совершения терактов. Суд просто уничтожил любую реальную возможность лишения врагов гражданства, заблокировав превентивный смысл – сдерживать, предотвращать и наказывать. Теперь закон носит чисто декларативный характер, потому что даже если человека лишить гражданства, у него останутся все гражданские права. Справедливо добавили юристы. Одновременно израильские леваки и представители Института демократии выступают против идеи лишения гражданства арабских убийц и называют закон неконституционным, поскольку он, цитата, «оскорбляет человеческое достоинство и противоречит международным соглашениям». При этом они все же расценили вердикт суда как пропорциональное решение. Израильский экспорт высоких технологий сократился почти на 2%. Центральное статистическое бюро Израиля сообщило сегодня, что экспорт хай-тек-компаний снизился до 4 миллиардов долларов. Показатели, среди прочего, учтены поставки лекарств, компьютерного и электронного оборудования, а также услуг связи, программного обеспечения и научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. На долю израильского хай-тека, отмечу, приходится около трех четвертей общего объема услуг Израиля. Статистика, однако, не учитывает экспорт-продажу за рубеж израильских стартапов. Возможно, снижение показателей отражает наметившийся в последние месяцы глобальный кризис в сфере высоких технологий. С другой стороны, в первые трети годы израильский экспорт хай-тек-услуг подскочил на 31% по сравнению с январем-апрелем прошлого года. Сообщение ЦСБ также следует, что экспорт в мае вырос на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Безусловно, положительные показатели, относящиеся к экспорту туристических услуг в Израиле. Впервые с момента вспышки ковид-эпидемии поступления от приема иностранных туристов в Израиле превысили полмиллиарда шекелей, достигнув суммы в 531 миллион. И эти доходы продолжат расти летом. По оценке Министерства экономики Израиля, в этом году ожидается очередной рекорд. Совокупные объемы экспорта товаров и услуг в Израиле превысят прошлогодние на 15%, достигнув 165 миллиардов долларов. Огромная сумма для израильского бюджета. Правительство Израиля одобрило амбициозный план по очистке значительного участка Библейской реки Иордан, восстановлению ее богатой природы и развитию туризма на ее берегах. Участок реки, который подлежит восстановлению, полностью находится на территории Израиля. Он проходит от озера Кенерет до места, где впадает в ручей Безек, примерно в 37 километрах к югу. Участок, предназначенный для модернизации, пострадал не только от резкого сокращения запасов пресной воды в Кенерете. Около миллиарда 200 миллионов кубических метров воды текло на юг из озера, пока Израиль не построил плотину на его южной оконечности в 60-х годах. Кроме этого, в русло реки стекают сточные воды из близлежащего очистного сооружения. Также в Иордан попадает соленая вода, которая откачивается из источников под Кенеретом, их которые еще называют и Тивериадским озером. План восстановления теперь предполагает, что будет прекращено поступление в реку сточных и соленых вод. При этом в реку будут выпускать больше пресной воды из озера Кенерет. Это позволит людям безопасно плавать и поможет восстановить экосистемы в реке. Также, согласно планам, пресная, соленая и очищенная вода будет повторно использоваться фермерами и перераспределяться. Так, например, в районе около Кенерета культуры требуют пресной воды, а дальше на юг, к Мертвому морю, могут расти и в соленой. Например, такие фрукты, как финики. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok